Более 20 лет она отдала работе с детьми. Лариса Хлюпина, педагог по физической культуре детского сада «Семицветик», говорит, что чем больше она узнавала свою профессию, тем больше влюблялась в нее, отдавая всю свою энергию и силу воспитанию подрастающему поколению. Сегодня Лариса Хлюпина стала героем рубрики «Человек труда», в рамках которой мы продолжаем знакомить вас с профессионалами своего дела, которые считают, что работать на совесть и творчески подходить к своему ремеслу – это естественная потребность. Такова педагог физической культуры детского сада «Семицветик» Лариса Хлюпина. Родители, кто побывал на ее занятиях с подопечными, просто в восторге от ее самоотдачи и той позитивной энергии, которую она передает своим маленьким воспитанникам. Мы участвуем в «Северном сиянии», мы участвуем в лыжных гонках. Вот потом можете посмотреть, у нас там есть медали, дипломы, кубки. Это все как у настоящих спортсменов, это не так просто. Мы проводим свое «Малое северное сияние» на реке, вот тут вот выходим. Родители нам очень помогают. Так что мы тут одна большая семья. И сама Лариса Алексеевна за более чем 25 лет работы с детьми не раз становилась призером и победителем самых различных профессиональных конкурсов. На ее рабочем столе все время обновляется специальная литература по развитию методов педагогики. И этот процесс самообразования она считает естественным. Профессия предразумевает все время развитие, развивается общество. Мы тоже должны развиваться, потому что мы воспитываем подрастающее поколение. Лариса признается, что иногда у нее, как у любого человека, в силу разных причин проявляется усталость. Но стоит ей переступить порог детского сада, заглянуть в глаза своих ребятишек, как от пасмурного настроения не остается и следа. Только дети пришли, к тебе прикоснулись, все, как заряд энергии. Все, ты дышишь, бегаешь, все, побежал. Так оно и есть. Они тебе как бы дают сами. А еще иногда говорят, Лариса Алексеевна, вы такая большая, сильная, можно вас обнять? Я говорю, ну обнимите, возьмите у меня силы немножко вам на следующий день. Профессию педагога дошкольного воспитания можно получить как в средних, так и в высших учебных заведениях. Лариса Хлюпина сначала окончила Наринмарское педучилище, затем успешно одолела и высшее образование. И чем больше она узнавала тонкости работы с детьми, тем больше влюблялась в свою профессию. И для нее сегодня самая дорогая награда, когда ее подопечные здоровы и активны. Когда часы на площадке для занятий пролетают незаметно. Ребята, наше занятие закончилось, подводим итог, что мы сегодня делали, что у нас получилось. Как? Опять? Уже закончилось? Да мы только пришли. Я говорю, как? 30 минут прошло, а мы только пришли. А на душе хорошо становится, что я их не могу выгнать из спортивного зала. И теперь с высоты опыта она точно знает, что главное в профессии педагога. И тем, кто только думает связать свое будущее с этим благородным делом, Лариса Хлюпина желает только одного. Это полюбить свою профессию и полюбить людей, которым ты это преподаешь. Вот тогда все получится. Андрей Чуклин, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север».